Мёртвые души здесь не прокатят. Но он пытается отомстить племени, которая убила половину его племени. Нет, ну, допустим, кого-то... Чё, Блэд, сказала ты, Блэд? Так, бандиты! Чё? А? Да... Эллен, это вы, что ли? А... Нет, свирала не я. Да уж. Белль, здравствуйте. Здравствуйте. А что, кого поймали-то? Да, он... Чё-то... Истеричка. А... Правильно, давите его, давите, конечно, вот и всё. Да, это вы его задавили, между прочим, дамочка. А потом кричите, пойду его шерифу отдам. Он жив там ещё, нужна помощь ему. А, я думаю, ему немного-ного переехало. А, ну, если что, меня позовут. Эллен, вам нужно... Что говорите? Вас подвезти? А, нет, вот лошадь ваша. Да, Дарин, вроде... Ага. Ой, а кто теперь? Шерифа-то нету. Шерифа нет, да. Ну, вишня должна быть. Хау, мисс. Здравствуйте. Вишня, это, законница, надъёмница. Охотница за головами. А вы не видели шерифа? Шериф вчера уехал в Сен-Дениси. Мы остались без шерифа. О, это прискорбно. Да, я вчера, это, ночь не спал. Грустил. О, а, грустили. Да, а ты что подумала? Ничего думала, может, про вожаре? Да, нет уж. Город без шерифа, это как племя без вождя. Ты что, с собой тарелку привёз из моего дома, что ли? Ну, она же тебе вроде не нужна. Я сказал, оставь её, помой её. Держи, Бэн. Что ты мне дал? Что это такое? Это животный жир. И зачем он мне сдался вообще? В нашем племене принято обмениваться вещами. То есть я тебе тарелку, а ты мне животный жир? Да, Бэн. Ну, обосраться теперь, и что мне с ним делать? Я знаю, ты найдёшь ему применение. Да, найду, конечно. Ладно, оставь себе тарелку. Можешь кто-нибудь пожарить на нём? У меня есть горька буха. Да, знаешь, куда я себе сосунь его? Так, дождь. Давайте, нам нужно собраться и решить, что мы делаем без шерифа. Вы видели вишню? Да, я не знаю даже, кто это. Светловолосая, Ви. Вивьен. Вишня. Вишня. Понятия не имею. Белль, ты знаешь вишню? Вишню? Ви? Ви, да. Да. У неё ещё подруга Элфи. Элфи, малой, да. Здорово. Только не дерись, пожалуйста. А, хотя нет, знаете, вы присаживайтесь, наверное. Я постою у них, всё в порядке. Ой, женщина, шериф. Ну, она вроде какая-то исполняющая, ну, не то чтобы шериф назначил её шерифом, просто он сказал, что она будет временно чем-то таким, да. Ой. Вау. Ой. Прошу прощения, прям это в глазах аж посветлело. Да, и там молния сверкнула. А, понятно. Там очень близко. Так вот, надо понять, что делать. Выборы нужно делать, наверное. А из кого выбирать-то? Ну, а кто выдвинется? Как шериф сказал, девушка, нельзя. Так что... Но он сказал, тут как сами решите. Ну, вообще, да, так как он теперь здесь не шериф, он и не указ. Значит, в ближайшее время и, скорее всего, сегодня уже должны объявиться кандидаты. Ну, да, а Норман не хочет стать шерифом? На самом деле, вчера что-то такое говорил, и не раз. Ну, вот, может быть, он? Да не знаю, опасно как-то здесь. Хотя, там сказали не старше 60 лет, а ему 70, тут как бы уже невозможно ему. Ну... Норману 70? Да. Ладно, он сам все расскажет. Да. В любом случае, интересно, а Конрад будет выдвигаться? Конрад, мы про нового шерифа, кто не знает, кто будет. Про нового вождя, скажем. Я сын вождя. Да, хорошо, хоть не сын собаки. Ты своим вот этим, и что? Вот я к тому, что, и что? Шептун, вот и что? Да, ты сын вождя, и что? Хочешь стать шерифом? Может, я подойду на эту роль? Нет, тут порядки такие... Меня не интересуют деньги. Порядки такие, что шерифом может стать только Янки, понял? Не мною писано, но мною сказано. Интересно, а помощником может становиться кто-то друг? Не знаю, тут, мне кажется, шериф уже решает. А, хотя да. Кичатамос, шериф, Роудс, а что звучит? За тебя еще должны все проголосовать, если ты выдвинешься, но вряд ли... Куча духов. Ой, а шерифы, они должны что-то прокатить? Духи не считаются, они должны быть живыми, и с мясом, кровью, и со всеми остальными ватикальщиками. Да, мертвые души здесь не прокатят. Я могу тогда принести живых животных? Они должны разговаривать на людской лад. Да, и... И быть людьми. И быть человеческой раз. И быть мужчинами. Да. А если я буду вылавливать мужчин из всего Штата и привозить сюда, это будет считаться за мой голос? Нет. Это будет считаться похищением. И тебя посадят и повесят. А... А если мы договоримся? С кем? С этими людьми. Это будет мошенничество. Должны проголосовать жители этого города, а не всяких там рядом или близлежащих городов. Шерифа нельзя подкупить, как нельзя духов подкупать. Вот именно. Тогда на этой должности должен быть довольно честный человек. О, да. Ну вот. Кто у нас есть? У нас есть Логан, Норман, Конрад, Ричард. Есть, конечно, они будут выдвигаться. Ну да. Я думаю, к этому прям сердечко и руки должны лежать. И нервы. Да, особенно... Личард был охотником за головами, а Логан солдатом. Ну вот. Конрад был врачом. Он был врачом? Да и долго был помощником. Кто? Врачом. А-а-а. Лекарем так пойдет. Мне послышалось, он был врачом. Ну, драться он тоже любит. Он этого, шериф, придушил. Ну и вчера они там дрались нормально, нет? Да, мы все там дрались. Даже вы только не дрались были, по-моему. Не дрались. Я и Камила. Вот, даже Эллен дралась. Даже я ее ударил пару раз. Прошу прощения, кстати. Но я вроде не сильно. Да, ничего страшного. Слушайте, вы так стоите в тени? Да. У меня будто бы чувство такое, что я уже вот это где-то видела все. Мне часто такое говорят. Это, наверное, потому что уже, на самом деле, в прошлом городе, где я была, точнее, в прошлом, там тоже шерифов выбирали. И закончилось все очень кроваво. А что случилось? А где вы были-то? В Валентайне, Валентайне. В Валентайне? Вы оттуда, что ли? В итоге, да. Нет, я там всего лишь проездом была. Вы застали бойню, что ли, эту? Ну, да, немного, да. А как вы выжили? Я просто не была в городе в этот момент. Понятно, повезло. Услышала запах Гарри, так и сразу рванула подальше. А когда уже приехала, поняла, что ничего-то не осталось. К тем, кто выжил, те расходились, разъезжались по другим городам. Да, мы когда приехали, там уже почти что никого не было. Получается, это город-призрак. Да. Ну, насколько я слышала вчера, там уже понемножку остраивается все. Даже не знаю. Но все равно, мы проезжали мимо, там все равно достаточно безлюдно. Ну, конечно. Он и так был не очень большим городком. Ну, да. Как там Уна? Ты видишь, где я сейчас нахожусь? Да. А знаешь, где Уна находится? Да, и догадаюсь. Скорее всего, там, где тебя нет. Все верно. И как ты думаешь, откуда я знаю, как она себя чувствует? Отлично. Там было глубоко. Я думал, у тебя с пациентами определенная духовная связь. Ну, я же тебя просил с духами научить меня общаться. Может быть, связь-то появилась. А так нет, видишь. Придется ехать проверять. Я поеду проверю. Там не закрыто вообще. Ты как-то проверишь? Я буду стучать в окна. Зачем? Чтобы она проснулась. Пусть отдыхает. А, и разбудите Тиену, еще кого-нибудь. Ага. Пациентов, которые там, возможно, отдыхают. Так Уна и есть пациент. Что с ним? Да волки погрызли два дня назад. Едва не померла от потери крови. Ужас. Где же она на волков-то напоролась? В горах. Это долгая история. Мы ездили туда. Я ее рассказывал два дня назад. А, так это она. Ну, мне не говорили то, что на нее напали. Она не так проста, как вы думаете. Если она захочет жить, она возьмет нож и убьет даже самого большого медведя. Ну, наверное. Ну, по крайней мере, она соскользила со скалы и осталась жива. Определенная удача у нее есть. Ладно, пойду проверю, там она или нет. Сейчас буду. Луна. Здравствуйте, мистер Брэдли. Это ты, что ли? Да. А где твоя лошадь? Она что-то в город убежала, скорее всего. Ну, садись. Не украл никто ее? Может, украл, не знаю. В последний раз я его в конюшне находила. Как себя чувствуешь? Уже лучше. Правда, боюсь, что с тяжелой работой пока повременить придется. Да я уже все сделал, ты не переживай сегодня. Утром встал, все сделал. Там этот Шептун за тебя беспокоится. О. С ним он жив в итоге, как я понимаю? Да, да. Только покусали ему руку волки и все. Ну, это хорошо, что только покусали. У нас тут этот шериф вчера уехал. В Сен-Дени, но совсем. Зачем? Почему? Пенсия. Поэтому у нас сейчас пока что нет законников. Только вот вишня, если приедет. Вивьен. А, ну она же вроде как, я слышала, что какая-то наемница. Да, охотница за головами. Ну вот, шериф сказал, что пока не назначим нового шерифа, она у нас будет контролировать все в городе. Так это же это, вдруг какие бандиты сюда приедут, если прознают того, как шериф новый появится. Ну вот, в том-то и дело. Мы сейчас стоим, решаем вопрос, кого можно назначить шерифом. Должен быть мужик не старше 60-ти и жители Роудс. Вот. И все? Ну, вроде говорят, еще не женщина, но потом шериф сказал, что мы уже тут сами можем разобраться. Может, женщина будет. Так, а где все-то? Только тут были, как исчезли куда-то. Это не твоя лошадь? Ага, он. Самый. Видимо... Видимо, зачем-то он сюда сам сбегает. Нравится прибухнуть, наверное. Только округолька коня мне не хватало. А ты попробовал ему давать ром какой-нибудь? Да я что, живодерка, что ли? Он же помрет, мне кажется. Да вдруг ему понравится. Еще хуже. Я тогда разорюсь. Ну да. Видимо, соскучился по тебе. Да главное, чтобы не обиделся, потому что я его обругала тогда. Обрыгала его? Обрыгала. Нет, ругать. А, я подумал, что ты плевала на коня. Не-не-не. Так, давай найдем тех, кто сегодня вменяем. Ты вообще кого видишь шерифом? Да я мало кого тут знаю. Ричарда знаешь? Это который охотник? Да. Да его быстрее медведи сожрут, чем он до поста шерифа доберется. Согласен. Кокберна знаешь? Кокберн это... Одноглазый, старый, ворчливый, хорошо стреляет, воняет от него. Звучит как шериф. Вот, да. Но редко появляется. В принципе, прям как шериф настоящий. Так, где же они? На пороге были у этого шерифского офиса. Исчезли. Тьфу, ты. На мою голову приехал. Я что, я плююсь. Нет, это я в этом, в карете. А, понял, понял. Что-то никого не видно из знакомых рож. Да вот, Белль была, Шептун и Эллен. А мужа Эллен, будучи, вы знаешь этого Нормана Стрэнджа? Так они же вроде поженились. Да вроде была только помолвка. А, это была помолвка? Господи. Да, он предложение делал. Так, тебе бы пальтишко снять, оно тебе, это, я не спорю, оно тебе нормальное, но после волков и после лечения, и после твоей езды сюда ко мне в дом, и после того, как ты свалялась на нём, тебе бы лучше поменять его. Так я, это, вверх, куртка была. Я поменяла, я просто что-то. Да. Понял, понял. Это специально чистое на дело. А зачем тогда мы сюда идём? Не знаю. Вы так уверенно шли, я шла за вами. Ну, конечно, конечно. Вот так вот просто, да? Да. Ага, ага. Что-то не так? Да нет, всё нормально. Мало кто идёт за мной, когда я иду куда-то. Кстати, а как там Сиена? Сиена отдыхает. Но вроде неплохо. Вы тогда нормально добрались? Да. Мы приехали сюда, в город. Тут оказали помощь и поехали к тебе. Сказал этот Хейс, что ты у нас там, это, около дома. Я приехал, а там Кокперн тебя спасает. Сказал, что ты кровь потерял. Это который одноглазый? Это который одноглазый? Да, одноглазый. Он мне что, получается, жизнь спас? Ну, когда я приехал, он был... Ты на говно не наступай только. Да. Ну, когда я приехал, он был с тобой, да, он сказал, что тебе раны прижёг и обработал. Ну, вообще, да, значит, ты ему спасибо говори. Мы потом тебе залили, конечно, лекарства, чтобы кровь у тебя восстановилась. Но он тебя спас. Надо будет его заблагодарить, не знаю, что-то приготовить. Вот похлёбку, может быть. Да. Кстати, ты ступку нашла? Нет, когда? Я же с вами ездила. Тогда сейчас садимся на лошадь, поехали к Камиле. Ой, что за девка? Рыжая какая-то. Что за девка? Да рыжая какая-то, не знаю. Что за девка, знаешь её? Да нет, даже со спины на коне, не узнаю. Понятно. Девок этих тут полно. Надеюсь, она не пошлёт куда-то на север. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А, я тебе зарплату потом дам. Сколько там тебе накапало-то, ты посчитала? А сколько дней я болела, скажем так? Так, вчера, позавчера. Да, вчера, позавчера И позавчера мы с тобой ездили Вроде как Ну, я при этом Во дворе все дела сделала Были все покормлены Когда это? Когда проснулась, пошла Сегодня? Нет, это когда мы ездили на север А, ну я само собой знаю Так Что за девка? Иди узнай, кто это такая Я пока найду других Девка! Девка! Вишня, это ты? А, ешки-мат Пойдем, встанем Да привяжи ты к своей лошади Ты в курсе событий-то последних? Например Насчет Хадсона Да Да, вчера слышала Он тебе должен письмо был оставить Оставил? Мне вчера только словесно передали Письмо никакое мне не передали Ну давай зайдем Может письмо где-то в офисе у него У тебя есть ключи от офиса шерифа? Нет У меня вообще нет никаких ключей А ты кто такая тогда вообще? Если он сказал, что ты Будешь тут за порядком следить Пока шерифа не выберут Я не была полностью помощником шерифа Да, но он сказал, что ты теперь В его отсутствии Ты будешь за порядком следить Ну, значит мне кто-то должен передать письмо Вот как раз я думаю Я разберусь, в общем Разберись, разберись А то сейчас город без шерифа остается Сейчас люди, какие-нибудь предбандиты Все ограбят И всех это Тудым-судым Того-сего Понятно? Да Да, да, конечно Мистер Брэдли вроде бы, да? Да Мистер Брэдли Хорошо Я в таком случае сейчас разберусь И если что Проедусь как раз Посмотрю, как у вас там дела Хорошо Спасибо Можешь не узнавать Я узнал Это вишня А, это она была? Да А я думала, что за девку Такой первый раз вижу блондинка Но это вишня, да Так, поехали Зарплату пока я тебе выплачу А когда я тебе платил зарплату последнюю? На следующий день После того, как шериф платил Ты же рады мне тут устраивать будешь Как и в какой день я тебе платил деньги? Я ж не помню Вспоминай Я жду Да я вспоминаю Подождите Вспоминай, давай Ну? Ты вспомнила? Еще нет Пытаюсь Не считаю Подождите Меня с этим укусом Все перемешалось В голове сейчас Вот Давай, давай Это Ох ты, ё-моё Ох ты, ё-моё Всадник Как-то аккуратней Как-то самочувствие Гораздо лучше Гораздо лучше Шептун ты рассказал, что ты молнии убрал Ну, на время Понятно Балабол Ну что, вспомнила? Да нет, нет Подождите Сейчас я считаю Давай Вспоминай Вспоминай Вспомнила? Да нет Жж Новый Давите Подождите Дайте мне Вспомнить Надо посчитать Я все Сбиваюсь Еще эти молнии И Да, Кичета Вспомнила? Так, ну если вы говорите, что два дня Потом мы ездили туда Потом еще один день на север Этого еще один день Это Но получается Шесть дней назад А, значит, минус два дня Когда мы тебя лечили И ты ничего не делала Да? Ну так Да, получается Четыре дня Восемь баксов Все, поехали Че, уже смотришь на Шкаф с деньгами, да? Нет Что-нибудь украла у меня? Как я могла украсть, если я Все время валялась там? Логично Так, иди сюда Сейчас Отчитываю Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Вот, держи Спасибо Не за что Спасибо за работу И то, что ничего не крадешь У меня Ведь ты не крадешь У меня ничего, да? Нет, я даже приношу Да, кстати Насчет трав Иди сюда Да Видишь, сколько трав? Ну да Что мне с этим дерьмом делать? Эммм Если я раздобуду стопку Я могу вам, например Помогать С некоторыми мазями Поехали, покупайте стопку Болит Че у тебя болит? Да нет Ну, допустим Че у кого-то Сказала ты, Блэд? Я говорю Болит Спина Когда У кого-нибудь Мази хорошие Знаю Ааа Все, я понял Ну ты ругаешься Че ты говоришь Блэд? Блэд здесь мне Да я не это Я же не ругаюсь Ну что? Вообще не ругаешься? Ну иногда ругаюсь Но стараюсь не ругаться Почему? Это бренные Саттфу, бренные Да, это все бренные, конечно Бранные Да Ну в общем Нехорошо это Неправильно Да почему неправильно-то? Ну в книгах По крайней мере Редко встречается Такая речь А какие ты книги читала? Да разные Но в основном То, что Какая твоя любимая книга? Любимой нет Я ни одну не дочитала До конца Оооо Ооо Получитка, да? Получитка Ну мы часто переезжали А читать только приходилось В тех домах Где мы работали Понятно Место работы читала А, ну вот Нет, тут Хвалю, хвалю Не надо книги кратить Конечно, конечно Сейчас дождь закончится Мы поедем за ступкой Потому что Мне уже травы эти ваши Которые сохнут Там воняют Лежат Я чуть это Как будто Опять на этом На Короче, ладно А где Пошептун-то Куда делся? Да он мне сказал Что-то, что В конюшне Меня ждет Поговорить на В какой? В нашей Или в чьей? Не, в городской А, ну тогда езжай Тогда Если не боишься Промокнуть Да пока не хочу Ну что-то По-моему Какой-то странный Да? То, что с духами Разговаривает Да нет Мне кажется У него крыша едет Он помешался на месте На какой месте? Ну он пытается Отомстить племени Которая убила Половину его племени Так его племя убили? Да Говорит Осталось всего Пару человек И он в том числе Потом говорил Что он пообещал Своему племеню Что отомстит Его назвали Дуракам Позвали есть Наверное Его действительно Не воспринимали Там серьезно Ого А он не представляет Опасности нам всем? Ну Он огромный Сильный И местами тупой И психованный Может Понятно Хорошо Значит А и чего Как он хочет мсить Всех убить что ли? Он немножко же не справится Да Он нет Он Пытается попросить помощи У духов Точнее у какого-то Определенного духа А То есть Хочет духа натравить на них что ли? Да Считает Что дух поможет Хотя Я ко всему этому отношусь Относительно скептически Духи могут указать путь Подсказать в трудную минуту Но они не могут убить племя Значит Так Надо с ним поговорить Пойдем Закрой пожалуйста Эту дверь сейчас за собой Что изнутри Ну я думаю Ему надо объяснить Что месть это плохо И не выход Так Сейчас Не Надо понять Что он хочет сделать Если он какому-то духу скажет Там Иди убей племя Ну и хрен с ним Главное чтобы он сам это Или дух Если дух ничего не сделает Ты говоришь То Ничего же не будет Да Да не будет Он просто перестанет верить В этих духов И все Ну и может к лучшему Вперед Он шалфей курит много Шалфей это что Плохо? Ну это как дурман А если с ним перебарщивать То Можно видеть духов Ну может быть и так Понятно Конечно частично Я верю в духов И в то что все вокруг живое Но Когда я узнала о том что Ваши народы Всегда верили В одного духа А потом в книгах читала Что есть и какие-то другие Ага Я совсем запуталась И возможно Даже никто не прав И может даже Всяких этих духов Не существует Вот Это да Вот поэтому я об этом Не задумываюсь Для меня важно что Еда в животе Крыша над головой И кобылка между ног Ну да И всего этого Вы сами добились Ну получается так Я конечно Это там Когда всякие Эти проповеди Что-то делают Но я прихожу так Ну Чтоб не Отличаться Ото всех А то скажут Какой-то это Странный дед А что Тут в городе Принято Ходить всем на проповеди Ну Так Да Иначе могут Как-то не так смотреть Ну я не знаю Я на всякий случай Знаешь Тут Одно время было Все были такие Прям набожные Что аж Это тошно было Это было лет Двадцать назад А потом Видимо успокоились Поняв что Ну потом Как-то все проще Стало Все Старые Отходят Новые Приходят Молодые Вот такие же Как ты Сомневаются Вот А я себе Молчу себе И че мне Я просто знаю Что На той же войне Людей спасали Руки врачей А И то что Чудесных исцелений Не было Только Правильные действия А что происходит С человеком Когда он умирает Там ничего нет Да я не знаю Ты вопрос Мне задала Может сейчас спросишь Как птицы летают Ну не знаю Вы врач Может быть Как-то это Какие-то есть У вас Нет Если спрашиваешь Про признаки Какие-нибудь Если что-то вытекает Или выплывает Или Нет Ничего такого Просто Был человек И все И потом мешок Как животные Когда умирают Да Очень похоже Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому